Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 695. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. За 7 ноября 2017 года. Я уже тут не стал говорить, то там приходил. Ну, беседовали. Игнатий Тихонович, благодарю, еще вчера утром общался с девушкой. Думал, что это моя будущая жена. А вечером уже окончательно решили больше не общаться. Надеюсь, что это милость Божия ради ваших молитв. Мир вам. Вот один раз побеседовали по интернету, и он уже расстался. Я отвечаю, на том и закрепитесь. Это тот бруствер, через который не следует заглядывать, а есть лучший вид борьбы, отступления. 1 Коринфянам 6.18. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Сергей Игнатов. Дорогой наш отец во Христе Игнатий Тихонович, за все благодарю Бога, за твои стихи и комментарии во свете Библии, которые получаю, за передачу событий дня, а также за нападки лютых волков и волчат во вещей шкурах на твою проповедническую миссионерскую православную деятельность. Так сбывается слово Господа, что как его гнали, так и с учениками Иисуса Христа будет так же. Помогай, Господи, твоим соработникам. Ты с нами до скончания века. С тобою одержим победу над всяким бесом бесплотным и во плоти. Укрепи, Боже, твоих учеников на поприще благовестия. И даруй нам при жизни созерцать царствие Божие в душах людей. Я тут материал решил составить относительно запрещения свидетелей Иеговы. Ну, так называются они. Никакие они не свидетели Иеговы, а святые лжесвидетели. Но дело-то не в этом. А вот в чем. Широко известно стихотворение Мартина Немюллера. Называется «Когда они пришли», переведенный на десятки языков. Кавычки открыты. Ну, это лютеранский пастор, как они называют. Не пастырь, а пастор. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами. Я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями. Я молчал, я же не член профсоюза. Потом пришли за евреями. Я молчал, я же не еврей. А потом пришли за мной. И уже не было никого, кто бы мог протестовать. И далее, как это по-немецки выглядит. Можете прочитать. Точный текст этих слов был подтвержден женой Немюллера. Ещё один пример того, как высказывание монахов о семье либо бесполезно, либо опасно. Мужи, братья и сёстры, вы, когда публикуете у себя на стене елейные монашеские высказывания о семье, соотносите со своим реальным семейным опытом и Евангелием. Ну и далее написано, вот тут взято как в виде фотографии. Владимир Рогозин. Каждый раз, когда ты будешь говорить, Господи, помилуй моего ребёнка, твоё дитя будет принимать от Христа один добрый помысл. А как оно принимать? То ты к Богу говоришь. Чем больше ты будешь молиться, тем больше благих помыслов будет приобретать твоё чадо. Это старец Порфирий Капсоколевит. Максим Степаненко на это. Так умильно, так красиво, так умильно. Но такой наивняк. Это я скажу как отец реальных четверых детей, которых у Порфирий никогда не было, как и жены. Это вообще интересное существо с особым влиянием на детей. И как миссионер, служащий в церкви уже 17 лет. Лишний раз убеждаешь, что рассуждения монахов о семье либо бесполезны, либо опасны. Причём это изнасилование добрыми помыслами не имеет никакого отношения к Евангелию. Человек, в том числе и дети, может принимать и положительно усваивать от Бога то, что он хочет получить, и на что даёт свободное разрешение сам. Я не могу представить Христа, который впихивает в него, в ничего не подозревающему голову ребёнка, добрые помыслы, в кавычках, потому что его мать молится. А если мать и отец за день произнесут две тысячи молитв за ребёнка, в его голову будет автоматически загружено вне его понимания и желания две тысячи добрых помыслов, голова не распухнет у ребёночка от такого обилия мыслей. Да и какой толк от одних помыслов? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, римлянам 7.19. Вот о чём нужно постоянно ревновать. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Видите, как сразу всё окрашивается другим светом, когда показывают. Видишь, как он пишет главу от стиха двоеточим отделяет. Всё как надо. Видите, как полезно общаться, многому научаешься. Сегодня кто-то мне подкинул, или сейчас не знаю, где я взял. Эта глупая теория помыслов ничего не имеет общего с реальной сутью родительской молитвы за детей. И понимание её пользы, как вообще молитвы к Богу, кроется в свободе человека. Своей молитвой свободной человек даёт право Богу вмешаться в его жизнь, или жизнь его детей, и, соответственно, помочь, защитить и тому подобное. Если человек не просит Бога, не разрешает ему вмешаться своим помыслом в свою жизнь, промыслом, и его детей, Бог и не вмешивается. Наш Отец никого не насилует своими добрыми делами. Не могу не заметить, что Господь в самом начале Нагорной проповеди поставил некое пределы молитвенной ревности. Какой? А молясь не говорите лишнего, как язычники. Интересно, как всё-таки, как язычники. Ибо они думают, что многословия в своём будут услышаны, не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Как полагаете, сказать вместо трёх раз, Господи, помилуй, сто или двести раз, это лишнее? Или Богу нужно пятьсот молитв, чтобы с чем-то помочь? Я сэкономлено время потратить на это. Итак, на что? На проповедь. Итак, выделяю, чтобы видно было. Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё. Матфея 28, 19, 20. Или на это. Тогда скажет царь тем, которые по правой стороне его, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нагово одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Матфея 25, 34, 36. Чем больше я считаю описание страшного суда в 25 главе Евангелия от Матфея, тем больше я осознаю, что одна из самых антимонашеских глав она. Ибо в ней почему-то не написано, мол, вы так хорошо скрывались от людей, вы так усердно каялись в своих грехах, вы так сильно постились, питались одной капустой и снытью, вы так долго-долго-долго молились, молились, поэтому придите, благословенный Отца Мое, унаследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Почему это не написано, Христос не сказал. Может быть, глава обличает монашеса со сбитыми акцентами, которая совершенно не берет за пример жизнь апостола Павла, хотя и лицемерно его посчитают за первого христианского монаха, которое хоть и не бывало разрослось, но сгинуло на территории Великой Византии, ныне занятой мусульманами. А почему? Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Вот интересно, я все это писал, и сколько говорил в моих книгах, это все отображено уже, ну не два дня, три дня, я 55 лет с лишним об этом трублю, чтобы она что-то мертвое, выдуманное состояние. Одному быть, пожалуйста, один заботится о Боге, идет на проповедь, нет, спрятаться в пустыню, в лес, за кусты, найти дупло, залезть и в дупле живет, это прославляется, землю копать, в пещерах, по горам ходить, но только не делать, что Христос говорил. Вот заговорили сейчас, и Андрей Кураев подгляжу, и Степаненко Максим. Кстати говоря, да будет воля твоя во мне, нужно понимать, что лучшим благом для просящего, иногда по всем раскладам, может оказаться тяжелая болезнь самого человека, или болезнь его ребенка, потеря имущества, увольнение с работы, предательство тебя братом по вере и тому подобное. Лично я осознаю, что тяжелые испытания и беды, которые со мной и случались, в том числе от зависти и пакости кого-либо, оказывали самое нужное положительное влияние на меня, мое мировоззрение, поведение. Но не только эта цитата старца Порфирия подвигла к написанию данной статьи, у ней есть еще и контекст, точнее мнение протодиакона Андрея Кураева. Проблема им поставлена правильно. Почему до сих пор никто в Христовой Церкви не поднял хоругви с надписью «Семья – великий путь к святости и спасению». Почему об этом мало кто толково рассуждает? Почему об этом не пишутся книги типа «Семейное добротолюбие» и пишутся «Семейными мирянами», а не монахами и бездетными? Монашество так долго хвалило себя любимое и игнорировало семью. Вот внезапно за какие-то 50 лет институт семьи рухнул. И как думаете, блудницы и шалавы, которые с 13-14 лет начали совокупляться, а их уже 41% в России, женщин, выходящих замуж девственницами, не более 10% будут ржать монахов? Без святой семьи не будет святого монашества. Ну и протодиакона Кураева я уже засчитывал, но тут в одном контексте идет, прочитаем. Итак, протодиакон Кураев, двоеточие, кавычки. «Монашество дало прекрасные судьбы и примеры, оно влюбило в себя церковь и тем самым вытеснило самовозможность иных влюбленностей, иных путей, иных образцов». Вот монахи стоят с большими свечами и поют «Красота». Оно на корню убило иные возможности мирянской праведности. Не сложились в церковном сознании иконостации из святых чиновников, не берущих взяток. Или честных купцов, или крестьян, скоты милующих, или женщин, которые, вопреки дивной и жалостливой украинской народной песне, все же дали положительный ответ на вопрос «Хибаш кто, кохай неридных детей?» Монашество, начавшись как бегство от власти и городов, вернулось и туда, и туда. Порой даже вопреки своему желанию. Оно стало властной монополией. Корпоративные психологические проблемы этой группы людей были объявлены главными темами духовной жизни. Они сами создавали себе проблемы и героически их преодолевали. Заметьте, я говорю не о плохих монахах, а именно о хороших. И тот, кто стоял в стороне от этой их келейно-постельной войны, стал считаться дезертиром духовного фронта. В итоге, за полторы тысячи лет их церковного всевластия практически ни один семейный человек не был монахом и допущен ко внесению во святство, если он не мученик и не царь. Ни одного даже смещенника, будь ли он женат, не допускали вплоть до канонизации отца Алексея Мечева в середине 1990-х годов. В семье не спастись – это неписанный догмат монаха-любивого православия. Понятно, отчего у великих пустынников, то есть святых отцов, то же самое, напрасно искать советы по воспитанию детей и подростков или по трудным вопросам семейной жизни. Они или банальны, или токсичны. Для семейных сокровищница церковного предания почти пуста. «Живой журнал» за 21 октября 2017 года. Добавка. Посткриптум. У меня почти написана статья о том, что нужно не только с большой осторожностью слушать советы монахов о женах и детях, но еще и нужно понимать, что монахи – это подкаблучники, точнее, женоугодники. Привожу доводы. Допускаю, что теоретически есть исключения, но я таких исключений пока лично не знаю. И это монашеское женоугодничество, да-да, именно монашеское женоугодничество приносит в жизнь церкви серьезные проблемы. Максим Степаненко, сотрудник миссионерского дела Томской ипарки Русской Православной Церкви Московского Патриархата. На злобу дня 8 ноября 2017 года, то есть сегодня. Считайте также по теме. Книга «Как вырасти из маменького сынка» «И не стать подкаблучником» «Церковь феодалов и подкаблучников» Максим Степаненко. Вот заговорили как. Я сколько говорил, меня долбили, били там и ой-ой-ой, там бесновались буквально. Сейчас все поворачивается, ветер подул в другую сторону. Да и благо это. Благослови Господи Максима и Андрея, мы молимся за них каждый день. Ксения Юрова. Дорогой наш Игнатий Тихонович, доброе утро. Пока ждала ваши новые ролики, это сегодня утром-то, наткнулась на забавную статейку. Не поворачивается язык назвать статьей. Она показывает, какой. Вот он. Ну, ткнете, найдете где-то. То есть, ну, а где он? Ну, я могу даже показать. Вот она где. Русская народная линия. Православие, самодержавие, народность. Постромление Игумена Петра Мещеринова от Казанской иконы Богородицы. Ну, вот здесь мелко написано. Вот она, что идет. Я останавливаю маленько. Ну, я взял и скопировал и увеличил. Вот она, считайте. Три года назад протодиак Андрей Кураев написал. Вот, я тут не буду считать. Я заторможу, а вы считайте. Значит, три года спустя, 5 ноября 17-го года, то есть, позавчера, протестантствующий Игумен Петр Мещеринов протестантствующий. Да вам до Петра Мещеринова дойти еще надо. В сбранной воеводе объясняют, это воительница. То есть, Божья Матерь убивает тех, кто ее не посчитает. Игра, считайтесь. Кто не чтит Пресвятую Богородицу и не поклоняется и ее иконе, а она прямо добудет, ибо Божья Матерь уничижает и губит тех, кто не чтит ее. Еще раз, считай, медленно, это так написано. Божья Матерь губит тех, кто ее не чтит. Это, на самом деле, кощунство и попиранье учения церкви. Я в такую Божию, с маленькой буквы Матерь, губительницу не верю. Да и она сама не верит. Это же ясно. Ей это гораздо более огорчительно и оскорбительно, чем мне. А это официальный богослужебный текст, звучащий, что гораздо хуже предлагающийся людям от лица церкви, как молитва и назидание в сбранной воеводе победительницы. Два раза в год во всех храмах хула на Божию Матерь. Вот поэтому нет у нас настоящей иконы. Напомню, что 10 лет назад игумен Петр Мещеринов на форме Патриаршего Центра Духовного Развития Детей и Молодежи высказал схожие мысли. Ну и дальше говорят, кто это? Петр Мещеринов предложит теперь какой-то иной церкви. Пать-то, как они на него. Но это еще Господь покажет, кто об образе Божией Матери, как выносится, как поется. Вот. Вот посчитайте. Вот так все. Ну что, события дня. События, так события. Вчера приехал за мной брат Севастьян с Надеждой Васильевной взяли с документами и повезли в суд. Зачем? Подали в суд. Выписать не можем из книги людей. Их нету, они уехали. Их нету совсем в Барнауле даже давным-давно. А я за них плачу и плачу каждый месяц за воду, за мусор. Ну с моей-то пенсии-то, ну куда же это? Раньше этого не было, сейчас заочно. Они там кого-то выписали, а мне не сказали. Ну теперь еще надо эти деньги вернуть, будем хлопотать. Подали в суд, а теперь когда вызовут? Вот Андрей Александров просчитать. Вот я открываю, когда даже не считал. В этот момент пришел он. Что он пишет, сейчас посмотрим. Ну он занимается проповедями. Новые проповеди. Я ему написал. Как это сделать? Можно нет. Ну то, что он написал, я еще и не знаю. Вот нашел, тут я проповедую в Москве, в храме, маленький такой, маленькие картинки. А я ему написал. Он это выставил в моей проповеди, собрал вместе, вот. А вот нашего сайта, как это в аудио выставить на YouTube, сюда, я ему говорю. И там написано. Разъяснение к тому, как пользоваться проповедями в книгах открытым оком, 7-й, 30-й том. Все проповеди разбиты на 12 частей по порядку. Здесь же даны в алфаэтном порядке все 1136 проповедей. 1136 произнесенных Лапкиным Игнатием Тихоновичем в храме во время богослужения. Это с нашего сайта я снял. Для удобства нахождения составлен отдельный каталог на 1136 проповедей с указанием тех мест Священного Писания, на которые были произнесены проповеди и где проповеди находятся в какой книге и на какой странице. В отдельной папке помещены 123 беседы, проведенные вне храма в поселке Потеряевка. В этой же папке помещен каталог, где в алфаэтном порядке указаны все беседы по темам и предисловия к беседам. Вот оно. Вот это он мне пишет тут что-то. Дальше что-то еще. Ну вот привезли домой. А дальше дома сижу. Я нашел для себя то, что искал в интернете наконец-то. Оказывается уж 11 лет назад этот материал вышел. Вторая мировая война день за днем. Всем советую посмотреть. Я очень много документальных фильмов про войну смотрел, но меня интересует только Гитлер, было ли у него покаяние. Вот я это искал. и вдруг теперь почти все раскрылось без предвзятости. Сейчас за часом день за днем просматривается 96 серий. Я вчера последнюю посмотрел 96. Я знаю Зона фильм про тюрьму там 50, но больше я не видал. Это 96. По 26 минут легко слушается. Я сначала думал там 12 человек участвовали в сборе материала-то. А это на одну там где-то видимо на один файл. А в конце посчитал 45. И за рубежом и везде им помогали везде в архивах и то, что показано именно война как идет. А вчера заинтересовался Манштейном его книгой. Ну так трудно копировать и все-таки скопировал эту книгу. Но мало нашел про Сталинград и ну Гитлер там это язычество там восстанавливали как все это было. А генералы не такие. У Манштейна сын был старший болезненный такой все. Ну лечили они там его. И он пошел воевать. И в России он тут был и от удара авиабомбы погиб. И вот как Манштейн на это реагировал. Как у него был секретарем он послал его тоже такой веселый смешливый молодой человек ну офицер младший лейтенант. И как он пошел его тоже на самолете полетел с генералом и самолет потерпел крушение может сбили и он погиб. И как он переживал Манштейн поехал домой отпустили жену утешил и говорит вспоминая как мы его крестили крестили значит он христианин был раз крестили не Гитлер же его крестил то. Вот для меня это все новинка что Манштейн был верующий и как он написывает когда говорит неприятель это говорит о русских я не забываю говорит неприятель у меня там отец под Смоленском а он там как раз руку потерял три дяди мои родные три брата мамы моей Марии Егоровны Макар Филарет Эммануил это когда Манштейн отзывается врагами неприятелями противниками это он о них говорит конечно неприятно для меня очень даже ну как они думали ну а как тогда русские когда в Афганистане на территории Финляндии везде где были воевали в Европе тоже думали так же противники говорить о тамошних жителей ну вот надо показать здесь мой мир вот он как выглядит мой мир вот сегодня уже немножко я что ж ставлю на этот на YouTube переношу сюда и вот уже сегодня перенесло одна две три четыре пять не хватает одной еще я шесть сегодня почему-то выставил ну так вот и проповедь из архива экскурсия до большая 28 минут ну полчаса почти ну и наш форум вот он 2831 день ну помаленьку приходят люди но никаких здесь нету чтобы буйствовали там ругались а форума эта площадка ну вот я сейчас посмотрю сколько вчера было 337 ну 337 да я 37 не видел интересно в суд когда заходишь проверяют оружие нет там что у тебя копейки все возьмите в руки и только на проходной на этой пять по форме одетые стоят молодые ребята никто не работает нет и суды где разбирает никто ничего не производит а нынче на Алтае такая погода была сероигр приезжал барабаш из деревни из потеряевки у него гектар 6 осталось немного неубранной гречки под снег ушла я говорю 6 гектар это больше чем все земли в огородах потеряевки ну да ну едешь там поля неубранные неубранные тысячи гектар ушли под снег пшеницы ячменя ну подсолных еще можно собрать Игорь купил себе сушилку конечно говорит она не такая как у Жени Долгова но сушит я не знаю сколько она 2 тонны что ли за час что-то такое может я ошибаюсь и потом сказал что выставка сельского хозяйства в Новосибирске и они его приглашают знают что он всегда бывает может что-то купить надо даже увезти я говорю а стоит ли ехать ну как не поехать вот Игорь такие кормят но интересно русские вот кормят жителей сельского хозяйства примерно 7 человек он один работает а семеро рядом с ложками стоят вот эти охранники судьи все такие вот как мы пенсионеры мусор вот на хлебнике а в Америке 36 один кормит 36 все-таки разница есть в 6 раз вот ну и дальше наш канал вот он канал настройка вид страницы для чего это включили все время приходится передергивать вот посмотрю что у нас тут сегодня о собрание то есть сколько за 2 часа 52 человека 54 вот так вот за 2 часа 6 вот верхние вот пока говорили какой-то комментарий я вот сразу открою чтобы видеть но если ругань будет ну я не не знаю как что тут есть что там то добавил комментарий сейчас надо посмотреть какую именно что тут написано номер 1 попал под подозрение и мы расстанемся навсегда 9 июля 2016 года ну кто тут пришел владеющий ну это непонятно детей жалко ему жалко детей кто он такой есть детей жалко ну занимайся возьми сиди дома детей жалеет а возьми на полдня его не хватит этого жалельщика я уехал в Америку я оставил тут ну сам не будешь же здесь мы покупали на разъезде под Степном это 4 километра от лагеря молоко дети ходили ну дети говорят верующие а какие верующие ну и ничего не знают и утащили велосипед и спрятали тут в крапиве а те то подождали потом приходят или как говорят а вот нам наш велосипед то взяли когда отдадут тогда начали расследовать нашли его в крапиве уже сперли уголокли ну как же смотрю да вот тот другой ну а я когда там был то это уже не было то есть их держать надо учить надо учить у нас дети были которые уехали даже в Грецию говорит о России воспоминания говорит добрые если остались только о лагере а знать слава Иисусу Христу Аллилуйя Татьяна Кузьминиша Капусина звонит ну вот дальше у нас что есть это мы посмотрели форум 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 у нас большой ну просто большой вот что у нас тут на сегодняшний день сейчас я посмотрю я никак не пойму откуда подписчиков столько если посещение это небольшое 9123 подписчика откуда и просмотров 8 миллионов 859 тысяч 305 ну вот это я еще могу поверить загрузка вот ну а это никак нет подписчиков если подписчиков много то и просмотров должно быть на каждый день больше то нету 54 тут ну что тут 200 300 там больше 200 тысяч а два ролика примерно там в шершни и во свете Библии самое главное это проповеди и ответы проповеди еще можно как-то а вот ответы не ответят я определенно знаю сегодня ни один священник ни один он ответит но ответит совершенно не так ни по Писанию ни по святым отцам ни по канонам ничего они этого не берут а это я ответы давал в университетах милиции три радиопрограммы вел как вы высоко ставите ну а проверники тут не два вопроса ответа 4124 и по 55 папок разнесены ну вот такое дело теперь мне надо из этого взять вот сейчас идет десятый десятые папки государства вопрос 2351 десятый том открытым оком открытым оком название моих книг Путин вмешался в дела объединения то есть патриархии зарубежной церкви ему это нужно а то мне вопрос задают записка я отвечаю даже очень и о том мы уже говорили вот как смотрят люди не нашего круга Михаил Поздняев новое известие газета номер 97 13 ноября 2003 года кавычки и наконец самое главное до слуха правителя России впервые могло бы донесено сообщение или как сейчас говорят месседж которое пронесла зарубежная церковь через все годы изгнания осмысление опыта безбожной революции и падение монархии как отнятие удерживающего и апостасии мирового отступления от Христа если это было сказано то есть есть шанс что со временем это сообщение прорастет в сознании правителя и принесет добрые плоды не надеюсь чтобы Путин понял это сообщение здесь и немедленно судя по его словам он говорит Россия потихоньку возвращается в семью цивилизованных наций но думаю что и для русской православной церкви за границей это тоже имеет определенный смысл потому что нет большего блага для церкви чем служение родине президент еще очень далек от духовного понимания этих проблем для начала ему нужно понять хотя бы тот простой факт что наибольшее благо церкви заключается не в служении родины а в служении Богу я уж не говорю об употреблении либерального клише цивилизованные нации в кругу тех людей кто всю жизнь положил на сохранение именно русской дореволюционной цивилизации во враждебном инославном иноязычном окружении впрочем если он понимал под цивилизованными нациями дореволюционную Россию в чем сомневаюсь то звучит нет звучит все равно весьма двусмысленно впрочем человек изменчив даже если это и политик президент будем надеяться что владыками были найдены точные правдивые слова которые смогут изменить на лучшие взгляды этого человека а значит и судьбу всей России и мира у Путина и его окружения сегодня тот же синдром что и у язычников хотевших участвовать в созидании храма Божия а то я пишу уже ответ им должен быть только из Библии как отвечал Зарвавель в чей храм явится сам Иегова 1 езра 4.1.5 и услышали враги Иуды Вениамина что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву и пришли к Зарвавелю и главам поколений сказали им будем мы строить с вами потому что мы как и вы прибегаем к Богу вашему и ему приносим жертву одни Авасардана царя сирийского который перевел нас сюда и сказал Зарвавель Иисус и прочие главы поколений израильских не строить вам вместе с нами дом нашему Богу мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву как повелел нам царь Кир Персидский и стал народ с земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении и подкупали против них советников чтобы разрушить предприятие их не все то золото что иногда блестит с интенцией такой под носом утираем мочением головы пытаемся крестить и храм любой толпа считает раем блестит ириза на худой конец на захудалом жирном и бездарном тот батька кто надел с цепочкой крест и вместо проповеди газ пустил угарный слова и действия по Библии проверьте все так ли говорит слащавый поп быть может в храме лишь скоты и звери кому при счастье исповедь не впрок из обещаний речи депутатов пузатых и крикливых краснобаев их легион уродливо горбатых всем обещали завтра дать по раю не все то золото что языком намолото проверь сравни с писанием Еговы увидишь водоемы без воды расколоты в проектах значатся как полное и новое блестит начищенный как пуговица купол с усальным золотом архиерея обвешан не сам ли дьявол так увел запутал промямлет при кончине виноват и грешен живая проповедь заменена молением стоянием языческим шатанием поп прихожанам перебил голени и выбросил ненужное писание не все то золото что при свечах блестит нахваливается без малейшей пробы при обещании нам все и вся простить но не сказал как многих он угробил слова что в библии начищены огнем перелопачены отцами в толковании их рассылуем приняв или пнем бездействием халатным ни словами на этом все сегодня салаты также халатным а м